Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы. Я, Людмила Татарова. Я Александр Рохленко. 27 октября 1855 года в семье мелкопоместного дворянина родился Иван Мичурин, биолог и основоположник в Советском Союзе научной селекции плодовых, ягодных и других культур. С раннего детства он проводил дни в саду. Я, как помню себя, всегда и всецело был поглощен только одним стремлением к занятиям выращивать те или другие растения. И настолько сильно было такое увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей жизни. После окончания Пронского уездного училища Мичурин поступил в Рязанскую гимназию, но проучился там недолго из-за разорения семьи. С 1873 года работал конторщиком на железнодорожной станции, занимался ремонтом телеграфных сигнальных аппаратов, а позднее открыл часовую мастерскую. В 1975 году он создал опытный гибридизационный питомник в городе Козлове Тамбовской губернии и всю жизнь занимался созданием новых сортов плодово-ягодных культур. В 1912 году Мичурин был награжден орденом Святой Анны Третьей степени. В 1917 году приветствовал установление советской власти, получил поддержку от правительства и продолжил селекционную работу. Мичурин утверждал, мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача. Его деятельность одобрил создатель современных научных основ селекции Николай Вавилов. Впоследствии достижения Мичурина использовал в своих целях советский биолог и агроном Трофим Лысенко, сделав их фактом своей биографии. При жизни Мичурина вышло три издания собрания его сочинений. Он был награжден советскими орденами, его имя в 1932 году было присвоено городу Козлову. Талантливый экспериментатор, почетный член Академии наук Советского Союза, действительный член васхнил. Мичурин вошел в науку как создатель свыше 300 видов растений. 27 октября 1900 года в селе Чернавка Саратовской губернии в бедной мордовской семье родилась Лидия Русланова – певица-исполнительница русских народных песен, заслуженная артистка РСФСР. Рано лишившись родителей, Лидия оказалась в приюте. Училась в церковно-приходской школе, пела в церковном хоре. Однажды юную певицу услышал профессор Медведев и предложил всерьез заняться пением. Потом началась Первая мировая война, и в санитарном поезде Лидия пела для раненых солдат. Как профессиональная певица она дебютировала в 1923 году в Ростове-на-Дону, а в 1926-м уже переехала в Москву, где росту ее популярности способствовало радио, сделавшее певицу в 1930-е годы звездой. Ее пластинки выходили огромными тиражами и расходились мгновенно. Когда началась Великая Отечественная война, Лидия Русланова выехала на фронт в составе 1-й фронтовой бригады, выступала с концертами на передовых и в госпиталях. Один из самых памятных концертов певицы состоялся в мае 1945 года на ступеньках поверженного Рейхстага. Прославленный маршал Жуков, покоренный ее пением, вручил ей снятый со своей груди орден. Затем были гастроли по стране, а в сентябре 1948 года заслуженную артистку России Лидию Русланову и ее мужа, героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Владимира Крюкова, арестовали. Крюков был другом Жукова, попавшего в это время в опалу. Русланова на допросах отказалась подписывать документы, что ее муж враг народа, и клеветать на Жукова. Ей дали 10 лет исправительно-трудового лагеря с конфискацией имущества. В 1953 году, после смерти Сталина и ареста Берии, Жуков сразу принял меры по освобождению своих соратников. Вернулся домой Крюков, вернулась и Русланова, похудевшая и совершенно седая. А уже через два месяца состоялся ее первый после освобождения концерт. Когда она вышла на сцену, весь зал встал и аплодировал ей более получаса. Так начался второй виток славы певицы. В августе 1973 года Лидия Андреевна пела на стадионе в Ростове-на-Дону. Пришлось несколько раз провести ее мимо трибун, чтобы зрители рассмотрели живую легенду. Это был ее последний круг почета. Вернувшись в Москву, она слегла и в сентябре 1973 года певицей не стала. Но до сих пор ее исполнение песен окрасился месяц багрянцем, валенки, «Я на горку шла», «Липа вековая», «По мурмской дорожке» и многих других является эталоном певческого мастерства. Сегодня 27 октября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области культуры и искусства. О некоторых из них мы и расскажем вам. 27 октября 1672 года в подмосковном селе Преображенском летней резиденции царя Алексея Михайловича состоялось первое в России театральное представление «Эсфирь» – артаксерксово действо. Устроить театр царь задумал еще в 1660 году, когда поручил англичанину Гебдену выслать в Москву инженеров, специалистов по военному делу, строителей, а также мастеров комедию делать. Последнее поручение, видимо, выполнено не было. С рождением царевича Петра царь вернулся к своей идее. Еще до рождения младенца он приказал отделывать помещение, где «быть комедией». В Преображенском сооружалась театральная хоромина, которая представляла собой просторные деревянные здания площадью в 60 квадратных сажень. Первое представление прошло успешно. Царь в продолжении 10 часов внимательно следил за ходом спектакля. Сюжет для первого представления был выбран не случайно. История Эсфири отчасти напоминала историю избрания царицы Натальи Кирилловны в невесты-царю. После первого успеха театр стал существовать на правах постоянного придворного учреждения. Преображенский театр считался летним. А в начале 1673 года в кремлевских палатах над Дворцовой аптекой был открыт и Зимний театр. А теперь мы расскажем вам о погоде в этот день в разные годы и века. 27 октября 1751 года в Финляндии повторилось землетрясение, которое было 16 и 25 числа. 27 октября 1993 года резко похолодало в Забайкалье на 10-12 градусов. Температура понизилась до минус 6, выпал снег, отмечалась метель, ветер до 17 метров в секунду. Высота снежного покрова достигала 6 сантиметров. 27 октября 1996 года в Анадаре, Чукотка, был сильный ветер до 34 метров в секунду. В морском порту останавливались работы. 27 октября 2001 года в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега. Установился временный снежный покров высотой 2-12 сантиметров. Ветер усилился до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха понизилась на 5-12 градусов. Сегодня 27 октября. Наша программа «День веков хронограф» подходит к концу. И самое время заглянуть в народный календарь. В этот день Православная Церковь отмечает память преподобной Пороскевы Сербской. На грязниху суха не бывает. Просковья льняница начинали мять лен. Святая была покровительницей русских баб и всей бабьей работы. Потому в этот день не полагалось прясть, а равно и смеяться. Если на Пороскеву-Грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остается 4 недели. Если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие.